Субтитры подогнал «Симон» 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 И о выборе, которого мы достигнули, когда слова этой песни говорили, что только Тебе, Господи, я обрала Панем Святым. Но не только эта христианская песня говорит о том, но и о том, что Божье Слово, Библия, Писмо Святое. Потому что в Писме Святом мы находим запись, который говорит так, если ты веришься в Союз и вызнаешь, что Иисус есть Панем, ты будешь избавиться. Это чудное прислание Божьего человека. И Бог в Своем Слове прислала чудные вещи для человека. Написано, что Бог хочет, чтобы все люди были избавлены и пришли до познания правды. В ином месте, Слово Божье говорит, что так Бог умеет мир, что Сына Своего Еднородного дал, чтобы каждый, кто в него верит, не сгинял, но был живой вечно. Бог хочет, чтобы человек был избавлен. Бог хочет, чтобы человек был избавлен. Сегодня мы будем говорить о нашем Пане, как о дороге, правде и жизни. Пречитам текст записанный в Евангелии Яна, 14. Евангелия Яна, 14, 1. 1. 1. 2. 8. 9. 9. 11. 11. 12. 12. 13. 13. Дорогу я идушил vid Его. 13. 19. 18. 20. 21. 20. 21. 20. 21. 22. 21. Судовное, Боже, Слово, наш Пан, Бабикел, тут же перед Своим отъемом до Ольца, перед Своей мученической смертью, говорит о Своих учених, нехай не твори сердце Ваше. Пан Езус перед Своей смертью в преднадцатых произведениях этой Евангелии много говорил о них. И хотя бы выяснял им те вещи dotyczущее Его смерти, Его смартфывстания и в него встапнение, то писал в вирусах, что они эти вещи не понимали. Однако Его троска о Своих была велика и Он тут говорит, нехай не твори Ваше сердце. Заним дальше будем этот фрагмент разговаривать. Хочем мы достигнуть до початков. Длаго Пан Езус мусил прийти на этот свят? Длаго потребна была Его офиара и длаго потребна была Его смерть? Пан Езус до початков, когда в первой ксиндзе мојжесове описано есть створение, что Бук всё чудови створил, что Бук створил всё в способ досконалый. И не было ничего в том створении, что бы посидало какого-то брак. Бук есть досконалый. И то, что он учител есть тоже досконало. В этом досконалом świeе, в том досконалом месте, которое Бук створил, Бук умести досконалего человека. Адам как створение Божье, как первый человек был досконалым. Ведь всё, что Бук створил есть досконалым. В этом райском огроде Эден, в котором Бук умести человека, дал ему только одно и единое приказание. Один и един рассказ. А этот рассказ звучал в следующем. С каждого треха этого огрода можешь есть, но с дреха познания добра и зла не можно есть, потому ты только въешь с него на pewno умрешь. 2. 1. Можешевая 16 и 17 върши. Один единый розказ, наказ отримал первый человек в огродье Оден. И человек как створенный досконалый отримал от Бога чудовный безценный дар волности. Адам не был створен как лучший компьютер 5-й и 30-й генерации. Адам не был какой-то запрограмованным источным. Адам, первый человек отримал от Бога волность. И мог трамв грешил. Человека Са нам на певно На wielu из нас знаны Что человек Первый человек, Adam Не спростол Тему приказанию И с грешем Гдыш Непослушество Взглядом моего слова Непослушество С грешем Человек Сdecyдовал Ищ Другой непослушества Консеквенцје Того Отчувамы До дзисейшего дня Бњг повегај На певно умреш И гдыбы Дзисай И гдыбы дзисай Ктось нас запытај Чи не умреш Каждый человек Єв тего świадомый Каждый человек Ве, что Жище его Коњцися Смирциј Коњциј Але Бњг Коњциј 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 Абе Чђлокењць Бњциј Коњциј 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 А ведь это было понятно и понятно, что так сказали. Видим противника Божего. Видим Диабла, который является кладкой от начала, как написано. И он до сегодняшнего дня является активным. И он до сегодняшнего дня осыпает людей. И до сегодняшнего дня является кладкой. Если Божий сказал, что Божий, стародатный Божий, который Диабел, поддает Богом Словом. Первый человек улегся под сердцем шатана и грешил. Грешил сегодняшнего дня является ковшесной кружескости. Нет человеку, который сказал, что я без греха. Этот грех прошел на всех людей. На подтверждение этого читаю из Листы Божьем 5. Диабел, который сказал, что я без греха. И это как через одного человека грех шел на свет. А через грех – смерть. Так на всех людей смерть пришла, потому что все сгрешили. Адам, первый человек, проводит раса людская. И сегодня нет человеку, который сказал, что я без греха. Не нет ни одного. Но, как я уже начинал, что Божьем. И Бог хочет человека избавить. И Бог знал дорогу. И Бог знал дорогу. И Бог знал дорогу. И Бог знал дорогу. Можно спросить, что это за дорога? «…». А на небе веро могло… Стреляли… «…». «…». « …провьно греха»… «000». «…» «…» «…» «…» «…» «…» «…» «…» «…» Продолжение следует... 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 Здесь есть ратунок. Здесь есть помощь для взбудного человека. Люди не могут ничего сделать, чтобы эту общность и этот отношение с повротом упорядковать с Богом. Все грешили. Поэтому тоже Павел Христа, как Божий Сын, потому что Слово Божие нас поучало, что Бук есть один, но в трех человек. Бук Отец, Бук Сын и Бук Дух Святый. Наш умы напотекают на трудность и не смогут этого объяснить. Как люди не смогут этого объяснить, что Бук есть один из трех человек. Но так нам говорит Слово Божие. Не смогут, как люди, все объяснить. Тем более, мы источники Бога. Мы источниками низшими от Бога. И поэтому мы можем только принимать то, что Он говорит. И поэтому тоже Павел Христа, как Сын Божий, который всегда был, стал человеком. Это, конечно, снова пава нас трудностям. Наши умы попекают себя о эту вещь. Но Бук так говорит. Слово Божие нас так уча. И должны мы это принимать. И поэтому мы тоже, в Лицо Галакциям 4,4 и 4,4 читаем. «Где пришло выполнение часу, зеслај Бук Сына Своего, который народился с Невиастой». Так вот, Бук стал себя человеком. И, конечно, выяснилось. В великих местах Слова Божего читаем, что Павел Христа на этой земле был подобный до нас людей. Он из-за внутренней никого не отличался. Он отчувал Глуб. Он был спрагнен. Он был замечен. Так как люди. Он все это отчувал. Так как мы. Но это написано, что один из-за того, что он был без греха. Так как мы. Но это написано, что он был без греха. И, конечно,第三 форм, восстангаare. Он был из-за Никто не может это выяснить. Его родины были выражены, уникальны. Никто не уродил себя, как Пан Иисус. Зачем выглядели межцезни, которые начали через Духа Святого. Когда мы смотрим на его жизнь земля, те 33 лет, он был также выражен. Никто не жил, как Пан Иисус. Единственный человек, который так жил, как Бог хотел на этой земле. Когда мы смотрим на его смерть, его смерть была также выраженна и необычная. Он был справедливым, он минал грехи. Почему он умирал? Почему он так в халебный способ стал потратованы? Почему? Потому что все, которые приняли его как своего Збавителя, знают, что он умирал за меня, за мои грехи. Что он стал между мной и Богом. И что он все урегулировал, если chodzi о мои грехи. И что он все урегулировал, если chodzi о мои грехи. И что он умирал за меня. И что он умирал за меня. И что он умирал за меня. И что он умирал за твои грехи? И что он умирал за меня. 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 И он умирал за меня. И он умирал за меня. Он умирал за меня. Он умирал и за твои грехи. Он хочет, чтобы ты был уратован. Ты хочешь быть уратован? Это зависит от человека, от его безусловного сердца. Он хочет, чтобы ты его сердцем открылся. Он хочет, чтобы ты его сердцем открылся. Ты хочешь быть уратован? Повторяем до нашего первого текста из Евангелия, 14. Повторяем, в этом месте, безусловно перед Своей смертью, он говорит до учеников эти слова. Повторяем, в этом месте, безусловно перед Своей смертью. Он говорит, что он просто мил понимает это поселство. Он мил принимать это сердце. Поэтому, что Путина Путина никогда не было в способе «чего, может так будет, не я этого не уверен». Путина Путина выражаетесь в способе однозначный. Путина Путина всегда в способе однозначный, не имеющий за них цены в мобильности. И он тут говорит до своих учеников «я есть та дорога». Путина Путина, как мы можем понять эту дорогу, как она это будет? Он запрятал со стрелой своего сердца. Путина Путина говорит, что он так выражает и просто «я есть та дорога». И как я уже заметил, что сегодня человек, сегодня, надежно, стоит ваше собственное движение своего збавления. Путина говорит, что он не хочет быть збавленным. Путина Путина? Он меня не интересует. Он хочет ищить на вечное потемпение. Путина, что это было бы мудро? Путина, когда человек мог бы так сказать? Путина, что это не. Путина Путина, как я сказал на начале, чтобы все люди были збавлены и пришли до познания правды. Путина Путина, когда Путина Путина был там поставленный и оскаржен, то Путина задал ему такие вопросы. Путина Путина. Путина говорит, что он на это пришел на свет, чтобы дать свидетельство Путина. Путина, что это правда? Путина, что это правда? И не ждет на ответ, он вышел на бальку своего паула. Он не ожидал ответа. Он только задал вопрос, что это правда? Путина Путина. Путина. Путина Путина. Путина Путина. 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 Добры учинки нужны для того, как результат нашего здоровья. Это очень важная вещь. Друга ваших учинков, которые человек хочет так называть, не имеет значения у Бога. Почему? Потому что человек умирен. Он должен быть более оживленным. Он должен принимать свою любовь в Пану Иисусе Христу. Он должен признать Его Своим Збавителем. Тогда он может все действовать для Бога. Добры учинки могут быть вылиминиваны из основ нашего збавления. Я истин. Я истин. Я истин. Сегодня люди говорят, что это правда. Это правда. Но многие говорят, что это правда. Но многие говорят, что это правда. Но в рефистии можно обманить эту правду. А в рефистии, которые не знали. Ни поздна какие-то и негативные, которые нету, которые меня не найдут. Однако Он говорит, что это правда. Он говорит о Абсолютнойapравдахе, и полномочайне неподважальной. Он есть Божья Правда. Это уже он. И это сегодня чудо в наших глазах. Иисус говорит, что «Я есть». Иисус использует Божьего имени. В этой Евангелии, в Евангелии Иоанна, находимся много выповедей Пана Иисуса, которые начинаются в этот способ. Если бы мы анализировали Евангелие Иоанна под этим кодом, то найдем более 30 выповедей Пана Иисуса, которые говорят «Я есть». И так Пан Иисус говорит, что «Я есть хлебом живота», «Я есть дребами для овец», «Я есть добрый пастор». В 11-м разделе, при «Вскрешении Лазаря» Пан Иисус говорит, что «Я есть смертвостание и жизни». В 15-м разделе говорит, что «Я есть правдивый кревет». «Я есть». Когда они прибыли, чтобы Пана Иисуса в 18-м разделе этой эвангелии, там, было бы условие. И когда пришел Иудаш, и службы артикапланов и фанizeусы прибыли там с походами и оренжем, то тогда Иисус сказал им, что «Я есть» в пятом вверхе, а стал с ними и Иудаш, который Го выдал, и когда им сказал им «Я есть», то подали и падали на землю. Иисус использует Божьего имя, когда мы открывали вторую Ксюгу Можешевую. На początku 2 Ксюга Можешева 3, 13-14. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Иисус говорит, что сегодня у нас есть жизнь и смерть, благословительство и поклонство. Иисус говорит, что ты живёшь. Иисус говорит, что сегодня может выбирать. Но Бог хочет, чтобы выбирать хорошо. Бог не хочет, чтобы кто-то был страдан из-за своего греха, из-за своих грехов. Иисус говорит, что сегодня у нас есть жизнь и смерть. Но выбирать жизнь. Конечно, жизнь каждого человека, только вспомню, бегает до его смерти на землю. И так же есть бег жизни человека. Который человек может быть смертью физичной. Иисус говорит, что сегодня у нас есть жизнь и смерть. Это очень важно, когда читаем слово, когда мы рассчитываем это в наших сердцах. Бог является милосердным. Бог является милосердным. Иисус говорит, что Бога высшит до человека, Пану Иисусу. И Бог хочет сбавить человека. Бог хочет усправедлилить человека. Что это значит, что мы усправедлилилить дармо? Усправедлилить, то значит, что мы умели глины. Это так, чтобы никто не поплали греха. Как чудовна есть Божа ласка. И как просто есть сбавление. Евангелия Божа завершена в трех правдах. В трех правдах основных. Христус умирал за грехи наши, в губе Писни. Застал погребами. И третьего дня смартфельства. Три простые вещи. Чи есть это трудно до приятия? Почему человек не обращается в жизни сегодня? Почему человек не обращается в жизни? Почему он истинит много обрендов? Почему он истинит много практик, которые не знаю, а не принимает Божего поселства? Бог так легко... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 Бога, выстрюванного и говорят, что это наш Бог. Бог есть велик, не такой маленький. И то есть дрвины из Бога. Если человек находится в этом месте, в вечном отдалении от Бога, то там не будет такой радости, как в душе этого света есть огласное. Есть написано, что там будет плач и взгрызание зэмбов. Пан Едус это велократно говорил и острегал. Велократно говорил о пекле, чтобы люди остались, чтобы там не достали. Поэтому это так важная для каждого, который сегодня здесь засадал и слушал этих слов, чтобы там не достал. Если кто-то стал уротованы, то он хочет отстрелить других, чтобы в то место не пришли, чтобы также могли быть уротованы. Это троска о душе других людей. Если человек имеет уверенность, что правдивость этого слова есть абсолютная, что не можно из этого слова жертвовать, что Пан Езус выповидая слова и он есть, и те слова себя справдили. Так само и то слово, оно справдит себя досконально. Это сказано о пекле, когда кто-то идет эту широкую дорогу, что это огонь вечный. Сейчас есть час урлоку, 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 урлоку. Это что-то страшное. А это, что-то, что-то страшное. А это мова в Библии о вечном отдалении от Бога. Тысяча лет, миллионы, миллиарды, целый час. Что-то страшное, чтобы человек могло человека spotкать. Когда бы исчезли только 1% на то, что пекло исчезает, то уже человек powinien себя застанавливать и преразить. Но тут не исчезли 1%. Тут есть вероятность этих вещей. Писло Свято проявляло разные разные вещи. И поэтому этого слова не можем жартовать. Есть написано уже давно, что Израиль поврóци на праздаре землю. Это слово спрашивало дословно. Какой народ по так длухой неоуточности на своей ойтистой земле мог бы wrócić и там самостоятельно замешкать? По 2000 лет неоуточности этого народу, но Езехия пишет, что поврозят, миста будут замешканы, руины будут отбудованы, потому что так говорит Всехмочный Пан. И там не махдывания, что море все постаре. Они поврозили. Есть написано народы, которые стоят около вас будут взносить свою оверги. Народы, которые стоят в окраине, то они будут взносить свои оверги. Но это ничего не пресказа. Я вас там спроведжу, потому что всехмочный Пан. Хотя спроведжение считает неправильно этого народу между странами арабскими. Однако Пан уже этого докона. Пан Езех говорил, что он ищет 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 на место кащни. Он доброе не позволил на то, чтобы люди это с ним учитывали. Он хорошо вiedzел, что грозит людям. Если бы это была только такая легкая спрага, Пан Езех никогда бы не пришел здесь с неба, чтобы подать таким терпением смерти крыжовой, что ставили на покаж все люди ходили обо ищет крыжа. Такие слова падали, когда Пан Езех был крыжованы, но он этого крыжа не сдохнул. Он там висел 6 годин, это написано. В шестом дни остался створен человек. Пан Езех там висел человек 6 годин, чтобы избавить каждого любого грешника. Может кто-то говорит, что я таким грешникем великим, что не встан мне отмешить моих грешников, которых Пан Езех усправедливил. Взстан апостола Павла написано, что он привлекал из домов тех, кто верили в Пана Езех wcześniej. Пиловал шаг и смотрел как были каменованы те, кто верили в Пана Езех могло выдавать, что такими человеками Пан Езех не может отпустить. Написано, что он стал уласкавированный. И он с этой радости, в действительности для Пана Езеха гласил Слово Божье, что тысячи людей навстрали в Слово Евангелие до сердца. Считаем о апостоле Пиотре, что три тысячи людей навстрали в Слово когда он гласил о Пану Езехе. Были это просто слова, чтобы верить в Пана Езеха. Так как читали мы в Изра о том, что за наши грехи умеет. И так когда читаем эти слова, что Пан Езех есть дорогой, правдой и жизнью. Он есть единой шансой для человека, чтобы верить до Бога. И читали мы что в доме Много много есть есть , чтобы было так, что в небе в небе есть что-то что-то в небе. Потому что что-то что-то не видяло, что-то умыслу не вступило, что-то приготовил Бог тем, кто-то его милует. Даже люди не могут выразить себе того, что Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 только в Пану Иисусе, поэтому так Бог умиловал миры. Это не большая милость, чтобы за тех, кто Го оплывали, он был оплывал, он был бил. А ему было в состоянии отпустить. На крючке, который висел, обоих него высидал, а потом по которому он только один, но и был вязан, и сказал, что мы тут слухую кару поносимы, Он сказал, что он служил карой в помощи, но ты ничего не учитываешь. И он сказал, что он может взять это до своего кролестка. И сказал до Пана Иисуса, что он сказал, что ты будешь в кролестке ойца своего. Он сказал, что он может это сделать. Все слышали о смартфельстании Пана Иисуса. Это не большой чудо. Все отходят в его смартфельстане. Он имеет мощь. Ему есть целый всерьез подданный. Он имеет мощь, чтобы свое слово выполнить. Он имеет мощь, чтобы тебя и меня взять до неба. Ему есть все подданы. Он смартфельстал, хотя этого никто не может сейчас не доказать по ним. Он как единственный это учитал. И поэтому люди, которые его видели, которые его видели, которые его доткали по смартфельстанию, они отдали свое жизнь за свидетельством о них. Они могли ищут в полно, но они могли сгинуть, чтобы о них рассказать. Он говорит, что его руки его доткали. Он говорит о них. И они о них свидетели. Они о них за него сгинели. И свидетельствуют. И верьте тем людям. Верьте тему слову, которое есть наткненное. Возвращаясь. Возвращаясь в цели Нерона, как вьем чрезвычествия гласея те правды и гиняло за них. И сейчас он подсеклся на своей путь. Сейчас в первый способе людей обтечает. Из-за разрывки, из-за разрывных вещей. Но оно еще есть более активное. Возвращаясь в цели, что весь мир преминит. Но ни одно слово не премини. Оно еще полностью выстает. Продолжение следует... 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 Но души забить не могут. Будьте себе того, который может и душу, и тело нислить в пекле. Чыж не спрятают за грошь дву вробли? А однако ни один из них не спадет на землю без воли Ojца вашего. Даже ваши волосы на голове, все они получены. Не буйтесь, вы будете больше варци, чем много вробли. Каждого, который меня призна перед людьми, я призна перед Моим, который есть в небе. Но того, который меня забрал перед людьми, я призна перед Моим, который есть в небе. Не мнемайте, что присzedłem принести покой на землю. Не присzedłem принести покой, но меч. Бо присzedłem порожнить человека с его ойцем и церковь с ее маткой и церковь с ее тестьом. Так то станутся врагами человека домовницы его. Кто мирует ойца или матку больше, чем мне, не есть мне годзием. И кто мирует сына или церковь больше, чем мне, не есть мне годзием. Те слова Пан Езус сказал и повторяю тут несколько раз «не бойтесь». Не бойтесь тех, которые забирают цяло, но души забить не могут. Писло святое показывает нам, что смерть цела не нарушает жизни души. Человек является душем, душой и цием. В моменте, когда происходит смерть цела, душ и душа дальше функционируют. Писло святое настояло поровнует до намиоту. И если кто-то из нас был на вычечке, или в гурах, или над езиором, то верь, что намиот это такое место замешкания, которое является лихой, слабой качества и назначено на очень краткий час. И так есть с нами. Насше цяло есть нам данное на краткую хвилу. Наверное, что это поровнало до травы, которая сегодня есть, а утро есть в пицце рюкана. Это поровнало до вещей очень улотной. Потому что человек на вечность в своем сердце является личностью, которая имеет по-просто нескошный по-до-часу своего источника быт. А час пребывания в этом намиоте является краткой хвилой, краткой вычечкой. И от того, как на этой краткой пиелгримце тут на земле устосункуемы себя до Слова Божего, до Бога, зависит, что будет с нами на завтра, в вечности. И очень интересно, что Пан Иисус говорит многое здесь, чтобы не бояться тех, которые вместе с нами на этой краткой вычечке, на этой краткой пиелгримце. И что даже если нужно, то мы можем с ними покутить. Потому что мы можем становиться по стороне Бога, по стороне Пана Иисуса. Мы можем признать себя до Пана Иисуса как нашего Збавителя. Даже если это споводует незразумение в среде других людей, которые тоже находятся на этой пиелгримце. И Пан Иисус вряд ли сказал, что это как бы принесение мяча на землю. Что эти люди, которые сами не будут хотели путь за Паном Иисусом, будут развалчать тех, которые хотят ищу с Паном Иисусом. Поэтому выбирая жизнь вечности с Паном Иисусом, нужно быть уверен того, что не всем это сподоба, людям мешкающим в таких самых, лихых намиотах, как мой намиот, то есть моё тело. И еще одна вещь. Мы больше не стоим варци, чем много врёбли. А есть сказано, что ни один из этих врёбли не спадает на землю без воли ойца. То есть сам Бук, чтобы спадал врёбль на землю, нужно выдачить позволение, декрет, чтобы врёбль, как их сотки видимо, вздохлых в разных местах, чтобы этот врёбль закончил своё жизнь. Так само о твоём и моём мешкании в этом намиоте, а dokładнее о его повстании, потому что мы остались через Бога уткани в лоне матки, но также о закончении этого быца в этом намиоте, то есть о смерти, решёт о чём. Не ты, не я. Не могу даже о одну секунду выдłuжить, а не скручить своего жизни. Так само есть с тобой. И то Бук выдает решение. Если Он ве, что ты уже то, что нужно вiedzieć о том, как достоять себя до неба, вишь и Он ве, он ве, и он ве, что ты отрючијшь Евангелие или приюлешь, то в этом моменте коњчися твоя придачность на этой земле. Наверное, что человек это поровнание до древа, которое либо выдает овоце, либо нет. Человек, который взвлека с декзем о поединении с Богом, есть поровнание до древа невыдающего овоку. И такой человек, не выдает овоку для Бога, есть через Бога призначено на скинтие. И поровнание до працы огробника приводи тут то, что такое скинтие древо где-то си-взуца? До компостовника или до пломени. Генераторе пружно землю займует. Такие слова падают в Евангелии. И так само есть с человеком, который взрослым что-то что-то умеет за его грехи, но не хочет путь за тем, не хочет скорzystaть из-за сбавения. Слово Божие говорит, пружно землю си-взуць. И есть это очень большая ответственность, потому фараон достоин такую возможность несколько раз, когда Можешь встал перед ним и свидетельствовал о Богу. И есть сказано, что фараон не принимал поселства от Бога и фараон затвердил свое сердце. По раз kolejный Можешь станал перед ним и по раз kolejный читаем и фараон затвердил свое сердце. Но это не трвало в нескошенность. По pewnym czasie читаем страшливые слова, что по kolejным отрюценю Божего поселства ПОЗНЕЙ то уже БОГ затвердил сердце фараона. Есть такой водоспад Niagara. Он находится на пограничке Канады и Соединенных Кто был или читал о нем ве как он очень он и он он ма очень сильный нурт и есть такая червона линя на этой реце, которая засила этот водоспад. През червоной линейной можно еще разными способами заврócić. Те статки вычешковые, которые покажут турыстам водоспад и мајстат этого Божего створения не прекращают этой линей. Але есть история о легкомыслном млодзењцу, который плынул tą реко и вiedzял о том, что есть такое место, плынул tą реко, но не не зла на лајня тех, кто с брегу лајли, чтобы заврати. Допіеро загрожение увидел по прекращению этой червоне линей. Але тогда было уже за póзно. Więc Слова Божа нас велокротне и многим способами захэка. Не буй себя тех, которые имеют inne здания от Бога. Буй себя того, от которого веще зале или или какой-то вребе спадне на земје. И от которого зале зале чи прежежешь в kolejную хвиле. От него зале 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 чи будешь еще муку хвиле. Твоё сердце дальше будет био. Он хочет твоё сердце. Бог смотрит на сердце, на счётный стан человека. Он видит, что есть в твоём сердце. И не ты можешь его осуществить. Поэтому уважь Пана Христа еще сегодня. Пан Иисус умер на крыжу Голготы в твоём месте. И твоя грешность может быть вложена на Пана Иисуса właśnie через то, что уважаешь в то, что та досконала офиара выстарczy, чтобы загладить wszystkie твои грехи. И тогда станет себя чуд, если уважаешь Пана Иисуса, что Его святость zostит приписана тебе. В этом моменте наступает что-то, что не потратимы описать людскими словами. Уживание разных терминов. Например, подвойное приписание. И это слово означает, что тебе будет приписана на святость Христуса, так, как бы ты никогда не грешил. А Христусу есть приписана в моменте, когда уважаешься в целую твою грешность. Он загладил ее на крыжу Голготы. И целый сон за все твои грехи, если уважаешь Пана Иисуса, Пан Иисус загладил на крыжу Голготы в трех годинах цемности. В моменте, когда крычал «Боже мой! Боже мой! Почему ты меня оставил?» Это был крык, который был споводованный тем, что на нем были наши грехи. Если не скорзсташь с этой досконалой офиары Пана Иисуса, если не вызнаешь Богу твоих грехов, не повешь до Него, чего-то в родае «Боже, я хочу быть грешниками, потребую твоего ратунку, я знаю, что Иисус умер за мои грехи и что та досконала офиара полностью выставит на загладение моих грехов». То если этого не повешь, то через веки твоего внутреннего будет происходить «Боже мой! Чему ты меня оставил?» «Боже мой!» Только в Пану Езусе Христусе есть ратунок предназначен Тобе карой пекла вечного. Слово Божье говорит выразительно, что нужно сделать, чтобы ты был избавлен. Пан Езус Христус, единственный без грехов, взял на Себе Твои грехи. Умал на древе крыжа, вместо Тебе. Можешь скорzystaть с этого досконалего dzieла Пана Езуса. В какой способ? Увеш в Пана Езуса Христуса, а будешь избавлен. Уча о том Дея, апостолске 16, 31-й. Если хочешь начать корреспондencyйный курс библийный, или отримать бесплатно Новый Тестамент Пана Езуса Христуса, напиши до нас, вышли смса или задзвони. ЧИТАЙ.БИБЛИЕ.ТАК ЗВАНА МАУПА.ОНЕТ.ПЛ ТЕЛЕФОН 739-089-088 Можешь тоже напиши в адрес почтowy ЧИТАЙ БИБЛИЕ, СКРЫТКА 31-63-500 ОСТРЗЕШУВ Канај на Ютубе ЧИТАЙ БИБЛИЕ ОСТРЕШУВ ЧИТАЙ БИБЛИЕ ОСТРАНІЕ СЕРДЕЧНЕ ПАРАСЗАМЫ ДО УВЕРЕНИЯ ПАНУ ЕЗУСОВИ ХристусОВИ. ЧИТАНЯ НА ИЗАДАШЬ, ПОСТАРАМЫ СІЕ ЧИТАЙ БИБЛИЕ ОДПОВИЕЇ ЧИТАЛЬБИЕ ОТПОВИЕСЬ ТОБЕ ВЕДУГ СЛОВА БОЖЕГО. ЧИТАЛЬБИЕ ОТПОВИЕСЬ СЛОВО БОЖЕЕ, ЧИТАЛЬ БОЖЕ, ПОСТАВАЮ, СЛОВА КОТОВИЕ, ЧИТАЛЬБИЕ ОТПОВИЕСЬ СЛОВАЙ ЧИТАЛЬБИЕ ОТПОВИЕ. ЧИТАЛЬБИ ЗАМУВИК У НАС БЕЗПОТНЫ НОВЫ ТЕСТАМЕНТ ПАНА ЕЗУСОХ РЫСТУСОВА, БИБЛИЕ, ОЛО ЧІЦИЕСКАЮ ЛИТЕРАТУРАТУРАТСЯ. БЕЗПОТНИЯ И БЕЗ ВЫПОМИНАНИЯ. Не трошься о кошты, потому что если не будем их встать, то просто поинформуем, что не дамы рады. Но если дамы рады, то достанешь их бесплатно. Сердечно приглашаем вас в контакте. З Богом!